Теория это когда все известно, но ничего не работает. Практика это когда все работает, но никто не знает почему. Так в свое время сказал Альберт Эйнштейн. Так же считает бывший шеф-редактор газеты Бизнес Онлайн. Так 8 ноября студентам высшей школы журналистики и медиакоммуникации удалось побывать на уже еженедельном мастер-классе. В этот раз в роли приглашенных гостей выступили Ренат Белалов и Андрей Лебедев. Главной целью мастер-класса Рената Белалова было рассказать о практике и создании крупного мультимедийного СМИ, а также помочь студентам найти себя в медиапространстве. Без практики невозможно, но я все-таки больше за практику. Я честно скажу, я учился на журфаке в свое время тоже, но научился заочно. И у меня был сильный перекос в сторону практической работы. Я уже в курсе на четвертом был главным редактором газеты. Поэтому я и сейчас тоже всем говорю, независимо от формы обучения, вы заочник, на нем научитесь. Надо максимально возможное силы и время тратить на практику. Если взять стакан манной крупы, пять стаканов молока и варить, помешивая, получится манная каша. У опытной мамы каша выйдет вкусной, а новичку, скорее всего, придется довольствоваться манными комочками. Также продакшн, те же ингредиенты, рецепт на результат разный. Так директор телестудии Альян ТВ рассказал о работе независимой продакшн-студии в современных условиях. Студенты казанского журфака в этот вторник смогли узнать не только о его устройстве и работе, но и том, что продакшн-студия является неотъемлемой частью любого канала. Весь мир строится по принципу такому. Есть телеканал, который сам производит исключительно новости, ну, может быть, еще какие-то аналитические программы, которые определяют лицо, политику канала. Все остальное заказывается в независимых продакшн-студиях. К сожалению, у нас, вот в республике эта практика не развита. В Москве уже давно так. У нас приходится с трудом пробивать. И мы, наверное, одна из немногих студий, которой как-то удается реализовывать эту практику. Мастер-классы становятся уже неотъемлемой традиционной частью Высшей школы журналистики и медиакоммуникации. Каждый раз студентам удается узнать что-то новое и то, что обязательно поможет им в дальнейшем будущем. Диана Шилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.